МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы вступили на территорию призраков. В нашей сегодняшней программе эта территория находится в космосе, в древнем космосе. Вы услышите и увидите доказательства того, что в древности нашу планету посещали обитатели других, внеземных цивилизаций. Палеофология — это наука, которая изучает возможное посещение Земли в древности представителями других цивилизаций. Многие из найденных предметов очень древние, им более десятков, а то и сотен тысяч лет. Но они просто удивляют своей технологичностью. Где-то лет 15 назад, или, может быть, даже целых 20, научились делать такие токопроводы. Но позвольте, откуда они были 2,5 тысячи лет назад? В Египте были найдены шлифованные кристаллические линзы, которые можно изготовить только сейчас, и то сложнейшим электрохимическим путем. Несколько тысяч лет назад Землю посетили инопланетяне. Они приняли активное участие в старте развития человеческой цивилизации. И, возможно, именно древние астронавты были первыми богами наших предков. Так же существует и теория, официально высказанная в 1960 году, что, возможно, именно они и были родоначальниками человечества. Как говорил немецкий ученый профессор Лейбниц, «Все во Вселенной находится в такой связи, что настоящее скрывает в недрах будущее, и всякое данное состояние естественным образом объяснимо только из того, что предшествовало ему». Кто же изучает вопрос о древних посещениях Земли инопланетянами? Палеофология — это наука, которая изучает возможное посещение Земли в древности представителями других цивилизаций. Соответственно, палеоконтакт — это контакт Земля, и те, кто к нам прилетал тогда. Как наука, палеофология сравнительно молода. Ей меньше полувека. Самостоятельную науку она образовалась в процессе анализа, обработки, результатов раскопок, находок, документов. Ну, легенд, конечно, преданий, старины. Одно из направлений палеофологии, на самом деле, правильно было сказать, палеофология — это более общая наука, а уфология — лишь частность. Просто потому, что сначала возникла палеофология. Но, тем не менее, за давностью лет уже это родословно забылось. И палеофология скромно стала частью общей уфологии. Уфология как наука о внеземном, о непознанном, о чем-то связанном, возможно, с иными цивилизациями. А палеофология — это лишь часть ее, которая датирует исследования далеким-далеким прошлым. То есть, это некий мостик между скептиками и оптимистами. Оптимисты, которые считают, что да, НЛО прилетает здесь и сейчас, и в наши дни, не здесь так, в соседней деревне. Пессимисты говорят, ну что, такого быть не может. Но, когда говорят о далеком прошлом, то здесь и пессимисты тоже соглашаются. Ну, может быть, сейчас нету, но в прошлом может быть. Вот это, может быть, позволяет предполагать иногда и делать очень далеко идущие выводы, когда речь идет о очень давнем прошлом. Многие из найденных предметов очень древние. Им более десятков, а то и сотен тысяч лет. Но они просто удивляют своей технологичностью. Дело в том, что такие вещи изготовить в древности люди просто не могли. Например, в Египте были найдены шлифованные кристаллические линзы, которые можно изготовить только сейчас, и то в сложнейшем электрохимическом путем. А древние люди, как известно, электричество не знали. В Советском Союзе России самое удивительное из палеофологических артефактов – это вольфрамовые спирали, найденные в Сибири. Огромное количество, тысячи вольфрамовых спиралей. И, в общем, само наличие их, может быть, мало бы кого удивило, потому что сейчас производство вольфрамовых спиралей налажено в массовых количествах. Они присутствуют во всех лампах накаливания. Но для того, чтобы произвести это, нужно было как минимум дорасти до уровня середины или начала XX века. Не раньше. Раньше были угольные нити, а еще раньше вообще не было никаких ламп накаливания. Так вот, в пластах земли, почвы, соответствующих, тысячам лет назад, когда ни о каких лампах Эдисона и лампах Ильича не было и намека, вдруг обнаруживались пласты из промышленных образцов вольфрамовых спиралей. Откуда, кто и для чего делал вот эти самые образцы, которые, скорее всего, выкинул или за ненадобностью, или это была какая-то промышленная свалка. Но подчеркиваю, это была свалка, палеосвалка. Свалка, принадлежащая не человечеству, а кому-то другому. Или мы не знаем кому. И вторая находка, которую сделали в одной из экспедиций космопоиска, была эта катушка, впаянная внутрь камня, электрическая катушка, катушка индуктивности, возраст которой исчислялся миллионами лет. Практически одновременно с этим мы нашли еще одну находку, токопровод, возраст которого был 2,5 тысячи лет. Это установили по толщине окислого слоя и по глубине залегания. То есть в том месте он находился глубже, чем уровень скистских поселений. Одним словом, тот, кто сделал его или тот, кто выбросил его, он жил раньше, чем по этим степям Поволжья скакали скифы на своих конях. Дикие скифы. А токопровод был выполнен по методу порошковой металлургии и предназначался для работы со сверхвысокими напряжениями электрического тока. Да, это технологии сегодняшнего дня. Да, где-то лет 15 назад, или может быть даже целых 20, научились делать такие токопроводы, но позвольте, откуда они были 2,5 тысячи лет назад? Ни о чем подобном никакая наша официальная история не говорила и в ближайшее время говорить не будет. И это означает, что либо, а, если наша история права, и у нас не было развитых предков и развитых цивилизаций на Земле, то это значит автоматически, что наша цивилизация издавна посещается представителями более высокоразвитой цивилизации. Оставайтесь на территории призраков, и вы узнаете о том, как зародилась палеофология. Какие рисунки можно найти среди наскальной живописи? И что такое запрещенное археологией? Когда обнаруживают электрические батарейки в том слое археологическом, когда люди, еще не все люди знали колесо? Классическим примером палеофологических находок можно считать статуэтки Догу, а их возраст не менее 5 тысяч лет. Вот этих вот находок непонятных, которые в конце концов объединили одним таким понятием запрещенная археология, запрещенная в том смысле, что она не подпадает под привычный нам ход истории. На стенах пещеры были изображены стада бизонов, а на потолке какие-то дискообразные диски. Предметы похожие на летающие тарелки. Можно предположить, что древние люди их видели и зарисовали. Когда благодаря археологам обнаруживают предметы, но совершенно не имеющие никакого отношения к веку или к тысячелетию, о котором идет речь, когда обнаруживают электрические батарейки в том слое археологическом, когда люди, еще не все люди знали колесо, когда обнаруживают следы от пулевых пробоин в те времена, когда самым современным оружием был дротик, когда обнаруживают следы от обуви рельефной, такая хорошая обувь, которую можно, может быть, даже купить в современных супермаркетах, вот след от этой рельефленой обуви остается поверх или рядом со следами древних динозавров. То есть датируется миллионами лет. Какая обувь? Какие люди? Какие электрические батарейки? Какой компьютер, который не так давно подняли с дна морского в Средиземном море? Какой калькулятор? Этого не может быть, потому что не может быть никогда. Вот этих вот находок непонятных, которые в конце концов объединили одним таким понятием запрещенная археология, запрещенная в том смысле, что она не подпадает под привычный нам ход истории, и ее невозможно объяснить, именно поэтому проще не замечать или запретить. Ну, запретить невозможно, но не заметить или объявить подделкой это всегда пожалуйста. Классическим примером палеоуфологических находок можно считать статуэтки Догу, а их возраст не менее 5000 лет. Найдены они были в результате раскопок в Японии. Специалисты НАСА в 1964 году и в 1990-м провели исследование, анализы этих статуэток. Заключение показало, что Догу в действительности похоже на изображение человека, а одежда очень напоминает как скафандр космонавтов. Впервые такое предположение сделал русский писатель-фантаст Александр Петрович Казанцев, еще в 50-х годах. Он предположил то, что Землю в древности посещали представители других цивилизаций, поэтому его можно считать отцом палеоуфологии. Предположил он такое, когда работал над взрывом Тунгусского метеорита и когда писал рассказ «Взрыв». Дальше он продолжал исследования и убеждался все больше и больше, что они прилетали когда-то давно. И вот Александр Петрович Казанцев впервые, сразу после войны, заинтересовался другими перспективными разработками, а тогда это было атомное оружие. Только-только испытали американцы атомную бомбу. Казанцев слышал прямой репортаж еще об этом событии. И он пошел к самым ведущим физикам того времени и стал говорить, скажите, у кого-либо еще на Земле есть атомное оружие. На тот момент это была, конечно, очень секретная информация. На тот момент не было. Скажите, а можно ли объяснить Тунгусский взрыв тем, что у кого-то, кто-то, может быть, изобретатель или самоучка, может быть, какая-то тайная организация, может быть, там, революционеры, террористы создали вот где-то в избе, в Сибири, в тайне от всех, атомную бомбу и взорвали ее. Нет, это невозможно, сказал Тан, ведущий физик страны, один из ведущих физиков страны. В принципе, это невозможно. То есть, а возможно ли, чтобы этот атомный взрыв был внеземного происхождения? Ну, теоретически, да. То есть, если это можем сделать мы на Земле, то, наверное, это могут сделать другими. И вот разговор с физиком Тамом он вывел Казанцева на совершенно неудивительный к тому моменту виток его деятельности. Он занялся палеофологией, он занялся уфологией, и фактически он был первым уфологом и палеофологом в мире. И первая его работа в этой области относилась к 1945 году. Много наскальных изображений людей в скафандрах с антеннами найдено в Японии. В японской провинции Кюсю, на гробнице Чинсан, датированной 2000 годом до нашей эры, было найдено изображение древнего царя, который поднял руки вверх, в приветствии которой относилось к семи летящим по небу дискам. А в тибетских рукописях Кадшур и Танчур нашли упоминания о удивительных летающих машинах, которые были похожи на жемчужины в небе, а также на какие-то прозрачные шары, где изриско показывались люди. Не так давно японцы выпустили книгу «Самые известные артефакты запрещенной археологии», где на каждом развороте справа и слева были артефакты с одной конкретной страны. Открываешь, значит, тут странные круги в Перу, на которых изображены операции на сердце, телескопы, битвы с динозаврами, между людьми и динозаврами. Открываешь на странице Америки, там тоже изображены какие-то непонятные артефакты. Открываешь на странице Ирака, там фотографии, реальные фотографии, электрической батарейки, которую нашли в Ираке. Откуда она там? Батарейка, имеющая возраст несколько сотен лет. Вот на странице, посвященной Советскому Союзу и России, была одна находка, которую сделали мы, и вторая находка, которая была сделана до нас. То есть две находки, самые важные с точки зрения японцев, и самые доказанные как палеофологические. Самые первые изображения, предположительно, космических объектов, были обнаружены в пещерах Франции и Испании, и возраст их где-то 10-15 тысяч лет. В провинции, в Испании, вот на стенах пещеры были изображены стада бизонов, а на потолке какие-то дискообразные диски. Предметы, похожие на летающие тарелки. Можно предположить, что древние люди их видели и зарисовали. Далее в нашей программе. Загадочные рисунки в пустыне Наска. Что они обозначают и на что указывают. Свидетельство индейцев майя о посещении Земли пришельцами. А также древние географические карты неизвестного происхождения, сделанные из космоса. Был изображение, например, рисунка обезьяны вместе с такими осцелирующими громадными зецагами. И что самое удивительное, именно над этим рисунком образовываются сильнейшие воздушные потоки и возникает наибольшая подъемная сила. Мне, как радиофизику, сразу бросилась ассоциация с осцеллирующими осциллограммами, которые мы видели на осциллографах. На них были уже изображены горные цепи в Антарктиде, которые были открыты лишь в 52-м году нашего прошлого столетия. Это говорит о чем? О том, что карты были сделаны, вероятно, из космоса. Мне удалось получить информацию больше об этих знаках. Я увидела чисто технически такие аспекты, которые для меня, на мой взгляд, казалось, буквально кричали о том, что люди не могли это создать. В 1939 году американский историк Пауль Козак у побережья Перу на плоскогорье пустыни Наска обнаружил загадочные линии и фигуры. Немецкий математик Райхе посвятил всю жизнь изучению этого феномена. Вот сделанные ею чертежи. Они показали, что прямые линии, проведенные многие сотни лет назад, были идеальны. Углы выполнены безупречно. Спирали и дуги, как будто вычерчены циркулем. Если вывести сумму радиуса, сопряженных между собой дуг, образующих ту или иную фигуру, то во всех случаях получается одно и то же число. 29,5. А это продолжительность лунного месяца. Более того, чтобы добиться соблюдения этой закономерности, древние перуанцы умышленно шли на некоторые искажения. Например, удлинили собаки лапы, птицы клюв, ну и так далее. Таким образом, каждая фигура как бы заключает в себе определенный промежуток времени. От нескольких месяцев до нескольких лет. Некоторые линии указывают на местонахождение звезд и созвездий, а также точки восхода и захода Солнца. На меня, поскольку я уже какие-то по истории, по мегалитам Южной Америки, у меня было увлечение этой темой, то на меня самое сильное впечатление произвели как раз вот эти рисунки на грунте, которые поразили не столько размерами, их обычно всегда, если люди слышали о знаках пустыни Наска, обычно говорят о гигантских рисунках там животных. И хотя в фильме эти были кадры с рисунком паука, обезьяны, но на меня самое сильное впечатление произвела красота. Красота, как вам объяснить, не красочность, а изумительная гармоничность линий контурных рисунков. Они настолько были математически правильные, настолько в них был какой-то и символизм, и в то же время механистичность, и в то же время необыкновенные красивые символы. Они выглядели не как живопись, а как символы. Был изображение, например, рисунка обезьяны вместе с такими осциллирующими громадными зигзагами. И вот этот контраст между изображением, рисунком, и в то же время непонятными зигзагами, которые мне, как радиофизику, сразу бросилась ассоциация с осциллирующими осциллограммами, которые мы видели на осциллографах. И больше всего озадачил вопрос, зачем рисуя якобы индейцам такие громадные рисунки, зачем надо делать вот эти линии. Ну, в общем-то, когда мне удалось получить информацию больше об этих знаках, я увидела чисто технические такие аспекты, которые для меня, на мой взгляд, казалось, буквально кричали о том, что люди не могли это создать. В самой пустыне Наска есть изображение, известное как рисунок крыло Дельта. Что интересно, именно это крыло указывает направление ветров, и, что самое удивительное, именно над этим рисунком образовываются сильнейшие воздушные потоки, и возникает наибольшая подъемная сила. Сейчас эта пустыня объявлена заповедной территорией, и туда вход, в общем, простым видом спрещен. Имеются описания о приземлении НЛО в Китае более двух тысяч лет назад. Есть свидетельства индейцев майя о посещении земли пришельцами. Древнейшим письменным источником, в котором упоминается НЛО, считается папирус, найденный в коллекции профессора Туле, директора египетского отдела Ватиканского музея. Папирус был написан в 15 веке до нашей эры, в период церствования фараона Тутмоса III. В папирусе говорится, в году 22-го, на третьем месяце зимы, в 6 часов дня, песцы, дома жизни, увидели на небе движущийся огненный круг. Его размеры были локоть в длину и локоть в ширину. Они пали ниц и доложили по фараону. А он задумался над этим событием. По прошествии нескольких дней эти предметы в небе стали многочисленными и сияли ярче солнца. И фараон вместе с армией взирал на них. К вечеру огненные круги поднялись выше, двинулись в сторону юга. С неба упало летучее вещество. Подобного не случалось с самого основания земли. Фараон воскурил богам Фимиам и повелел занести случившиеся в аналы дома жизни. А вот еще удивительный факт. В 18-м столетии в Стамбуле у офицера турецкого флота были найдены удивительные географические карты. Он утверждал, что сам нашел эти карты в Азии. Потом передал эти карты американскому ученому-картографу Мэллори, который сделал заключение, что хотя все точки планеты изображены, но нанесены они не на своих местах. В поисках истины Мэллори и сотрудники сконструировали вспомогательную координатную сетку, нанесли эту сетку на глобус, современный глобус. И выяснилось, что карты воспроизводили не только очертания континентов. они содержали точную топографическую информацию о внутренних частях материков. Удивительный был и тот факт, что на них были уже изображены горные цепи в Антарктиде, которые были открыты лишь в 52-м году, в прошлом столетии. Это говорит о чем? О том, что карты были сделаны, вероятно, из космоса. Не покидайте территорию призраков. Вас ждут интересные факты о ходе некоторых сражений, изменившихся из-за прилета космических кораблей. Также вы услышите подтверждение из древних летописей о том, что Землю посещали инопланетные воздушные корабли. Во многих древних летописях содержится упоминание о летательных аппаратах, как тогда их называли, в воздушных кораблях. Кто виновен за посещение? Кто оставил следы в далеком прошлом? Этот ответ до сих пор не получен. В рукописи из Тимленского аббатства в Англии говорится, что в один из дней 1290 года над головами испуганных монахов появилось огромное овальное серебристое тело. Рано или поздно загадка палеофологии будет раскрыта, но не раньше, чем загадка уфологии. Вот, скорее всего, их раскроют одновременно. В 1950 году нашей эры, в одной из ирландских теревушек, жители, выходя из церкви, издали высоко в небе настоящий летучий корабль. На борту корабля были мужчины. В 1977 году до нашей эры войска римского полководца Лупкула и боспорского царя Мертиридата, сошедшиеся для битвы недалеко от Дарданел, готовились вступить в сражение. Как вдруг, совершенно внезапно, небо разверзлось, и показалось огромное огненное тело, которое неслось вниз в промежуток между обеими ратями. По всему своему виду оно было похоже на бочку, а по цвету на расплавленное серебро. Противники устрашенной знамени разошлись без боя. Объекты сегарообразной формы были обнаружены в Англии и Франции. В Англии в 848 году и в 1527, а над Францией такие же объекты появились в 1619 и в Швейцарии над озером Ури в 1934 году. Исследователи не раз высказывали мысль о том, что библейские тексты содержат в себе свидетельство о посещении Земли жителями других миров. Могли ли таинственные космические пришельцы, о которых мы почти ничего не знаем, даже в нынешние времена, явиться родоначальниками современной цивилизации на Земле, учителями, молодыми богами или первопричиной чудес в религиозных культах? Обратимся к религии. Во многих древних летописях содержится упоминание о летательных аппаратах, как тогда их называли, в воздушных кораблях. В Библии Верхозаветный пророк Иезекиил описывает небесную повозку, свободно передвигающуюся по небу. Церковная хроника Анна Лесла Уресенс описывает события 776 года, когда саксы осадили в сельбурге рыцарей Карла Великого, саксонцы начали строить специальные деревянные укрепления, с которых можно было атаковать осажденный замок. Тут само величие Божье объявилось над церковью, находящейся в крепости. Все увидели что-то наподобие двух больших дисков красного цвета. А когда язычники, бывшие снаружи, их узрели, тут же впали в панику и в замешательство, и с ужасом начали спасаться бегством из-под стен замка. В рукописи из темленского аббатства в Англии говорится, что в один из дней 1290 года над головами испуганных монахов появилось огромное овальное серебристое тело, похожее на диск, которое медленно пролетело над ними и вызвало дикий ужас. Вот на 1490 году в Ирландии над крышами домов одного из городков несколько раз пролетел серебристый дискообразный предмет, оставлявший за собой длинный след. Во время его полета над местной церковью с колокольни сорвало кулаку. В 1950 году нашей эры в одной из ирландских теревушек жители, выходя из церкви, увидали высоко в небе настоящий летучий корабль. На борту корабля были мужчины, а с корабля свисала цепь с якорем. Судя по всему, этот якорь зацепился за крышу дома, и один из этой удивительной команды стал спускаться вниз, окруженный огненным ареолом. Местные жители хотели схватить чужака, но священник отговорил, потому что, говорят, это, ребята, демон перед вами, не надо его трогать. Но не удалось ему якорь отцепить, он забрался обратно на корабль, причем было похоже, что он просто плывет по небу, к этому кораблю. Вот так, поскольку отцепить не получилось, команда корабля просто отрубила цепь. И якорь потом еще долго-долго напоминала об этом удивительном случае, оставшись прицепленным к крыше. В любом случае надо искать какие-то технологические следы. Их находят. Кто виновен за посещение, кто оставил следы в далеком прошлом, этот ответ до сих пор не получен. Но есть надежда, что палеофология, благодаря тому, что она аккумулирует знания и аккумулирует предметы в пластах, это некая фотография, которая раз и навсегда запечатлевает свою эпоху. И если на этой фотографии попался предмет, которому не положено там находиться, то вне зависимости от того, когда этот предмет найдут, через сто лет или через тысячу, его на тысячу почти обязательно. То есть, иными словами, рано или поздно загадка палеофологии будет раскрыта. Но не раньше, чем загадка уфологии. Вот, скорее всего, их раскроют одновременно. То есть, согласившись с тем, что уфология, условно говоря, раскрыла тайну НЛО и установила, что это вот это, или это на самом деле вот эти, прилетающие оттуда, вот это одновременно будет означать и второй вывод. Но теперь мы знаем, что и в далеком прошлом было то же самое. В чем же главная задача палеоуфологии? Возможно, ее развитие поможет нам понять причину возникновения всех легенд, сказок, преданий. Вот. И тогда, в результате этих открытий, может быть, произойдут такие свершения, о которых можно только догадываться. Оставайтесь с нами. В конце программы мы ознакомим вас с древнерусскими фактами об НЛО. Из севера, из ясного неба, появился громадный пламенеющий объект, двигаясь в южном направлении. Стал скользить над поверхностью рабозера. Из передней части объекта исходили два огненных луча. Либо в прошлом были более высокоразвитые цивилизации, которые почему-то исчезли, а это тоже повод задуматься на нам, таким высокомерным, царям природы, считающим себя непогрешимыми. Может быть, и мы столь же уязвимы. Все эти необъяснимые, сейчас кажутся, которые необъяснимые, случаи, находки, они получат свое вполне оправданное научное объяснение. Просто, может быть, ученые недооценивают интеллектуальные способности наших предков. Вот что интересно, откуда они могли получить такие знания? В древнерусских летописных и фольклорных источниках также встречаются описания необычных небесных явлений и уникальных событий, наблюдавшихся в Киевской Руси. Эти описания имеют целый ряд общих черт. Было знамение за рекой Днепр, недалеко от Киева. Летел в небе, будто круг огненный. И менял направление. А было это днем. Говорится в апатийской летописи 12 века. Давайте обратимся к русским источникам. Вот что рассказывает Никоновская летопись 15 века. В один из дней божественной литургии многие из прихожан видели на церкви Рождества, высоко в небе, как облако тонкое протянулось или как дым тонкий излился, безликую же, как и не чист светлостью, подобную солнцу блистал. Здесь тогда в тонкости и светлости облако того видели подобие образа и к нему поднимающегося. Опять же в России Рабодерская дива под таким названием в журнале «Знания и силы» номер 8 за 1970 год была помещена статья рассунца, обнаружившего интересные документы из отписок Кирилла Белозерского монастыря властям. Так, согласно писанию, 15 августа 1663 года между 10 и 12 часами дня местного времени послышался сильный шум. Из севера, из ясного неба появился громадный пламенеющий объект, двигаясь в южном направлении, стал скользить над поверхностью Рабозера. Из передней части объекта исходили два огненных луча, а по бокам исторгался синизый дым. Пройдя некоторое расстояние над озером, тело исчезло. Многочисленные исторические документы и археологические загадки свидетельствуют о том, что явление НЛО существовало на протяжении всей человеческой истории. Причем оно истолковалось с позиций уровня знаний, накопленных данной эпохой. С развитием науки настало время для ассоциации с метеорологическими явлениями. Это доказывают древние документы. Никто не исключает вероятности, что все эти необъяснимые, сейчас кажутся, которые необъяснимыми, случаи, находки, они получат свое вполне оправданное научное объяснение. Просто, может быть, ученые недооценивают интеллектуальные способности наших предков. Вот что интересно, откуда они могли получить такие знания? Вот тут вот как раз и возникает, что может быть, и от других цивилизаций. Одним словом, вот эти вот накопившиеся артефакты исторические, а их уже не десятки, их сотни, а по разным подсчетам тысячи во всем мире, они позволяют говорить о том, что, скорее всего, все-таки надо согласиться, надо честно сказать, что наше видение истории было не таким, как нам кажется. То есть, либо в прошлом были более высокоразвитые цивилизации, которые почему-то исчезли, а это тоже повод задуматься нам, нам таким высокомерным, царям природы, считающим себя непогрешимыми. Может быть, и мы столь же уязвимы. Либо в прошлом наша Земля посещалась представителями иных цивилизаций, а может быть, как вариант, землянами же и посещалась, но с помощью полетов во времени, с помощью машин во времени. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok